Всем привет, вы на канале MyBetsPlanet и сегодня продолжение видеоролик про маток вида Неопонера Велоса. Примерно месяц назад появились два кокона у одной из маток и сегодня посмотрим за вылуплением муравьев из этих коконов. Как видите один самец уже родился, он сидит на стенке. А вот второй кокон потемнел и тоже готов к вылуплению. Матка начинает его распаковывать. Открывая верхнюю часть показываются усы будущего самца. Как видите, открытый кокон лежит около матки на субстрате. Позже она туда же положит и второй. Непонятно почему она не выносит коконы на арену, а оставляет их в гнезде. Кстати, как можете заметить, у матки уже четыре кокона, то есть два она вскрывает и еще два лежат. Один из этих двух коконов по какой-то причине очень маленький. Я не знаю почему так, но посмотрим что из него выйдет. Но как по мне матка очень неумело это делает. Скорее всего это ее первый расплод и она впервые занимается распаковкой кокону. Поэтому делает все она очень неумело. Поначалу я думал, что самец будет крайне не способен первое время. Его будет сковывать пленка, которая обычно убывает у муравьев после рождения. Теперь матка решила потаскать его за усы. Кстати, как можете заметить усы крайне большие у самцов и в принципе таких самцов у муравьев я вижу впервые. Обычно они выглядят совсем по-другому и в отличии от маток гораздо меньше. Сейчас она его решила взять и куда-то понести, потыкать головой в стену и положила на место. Самец изо всех сил пытается вылезти сам. А матка же просто стоит и смотрит. Я даже не знаю почему. Итак, посмотрите, вот самец наконец-то сам вылез. Я еле успел включить камеру, как он наконец-то покинул кокон абсолютно самостоятельно. И как вы можете заметить, он полностью сформировавшийся. Крылья, лапы, усы, он начинает чиститься. Как я предполагал, пленки сковывающей его нету. Матка не торопится его очищать и как-то ухаживать за ним. Такое ощущение, что она его вообще боится. Посмотрите, как она от него отходит. Оба самца вылупились. У матки из расплода осталась пара очень мелких личинок, яйца и два кокона. Теперь эксперимент будет продолжаться. Следующим этапом нужно подождать, когда самцы окрепнут и будут выходить на арену. То есть готовым к спариванию. Потом этого самца можно будет поймать. Ну и как я планировал в эксперименте, подсадить к другой матке и посмотреть, что из этого выйдет. А сейчас остается только ждать, пока самцы будут, так сказать, восстанавливаться после рождения. Они, кстати, даже не способны питаться. Именно поэтому нужно сразу это сделать, пока самцы попросту не погибли сами по себе. Ведь живут они крайне мало. На этом все. Всем пока. Вы были на канале MyPetsPlanet. Субтитры сделал DimaTorzok